Вести Карачаева, Черкесия В Пятигорске состоялось совещание полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с участием глав регионов округа. Карачаев-Черкесию представил руководитель администрации, главы и правительства республики Муратозов. Обсуждена организация гуманитарной и технической помощи участникам специальной военной операции. Представитель главы государства в округе напомнил руководителям регионов о личной ответственности за решение вопросов, обеспеченные всем необходимым бойцов на передовой. Юрий Чайка также поджигнул важность неукоснительного выполнения социальных гарантий военнослужащих, добровольцев и членов их семей. Отдельным пунктом повестки и совещания стало развитие военно-патриотической работы в регионах. Отмечено, что главам субъектов Северокавказского федерального округа необходимо усилить информационную деятельность и взаимодействие с молодежными движениями. Юрий Чайка подчеркнул, что к военно-патриотической работе ни в коем случае нельзя подходить с формализмом. Требуется личное общение с молодыми людьми для формирования объективного мнения по актуальным вопросам общественно-политического развития субъекта и страны в целом. Глава администрации Узжигутинского района Мурат Лайпанов и генеральный директор «Кавказцемента» Владимир Сокольцов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ предусматривает, что предприятие вложит средства в развитие инфраструктуры Узжигуты и будет действовать до конца 2025 года с возможностью продления. В течение трех лет завод направит финансовые средства на объекты социальной сферы порядка 50 миллионов рублей. В этом году будет оказана помощь под шеф на городской школе номер два, детскому саду Тополёке и продолжена работа по благоустройству территории детского дома-интерната «Забота». Завод также участвует в реализации важной инициативы – благоустройстве Центрального городского парка в Узжигуте. Проект парка победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Городской парк порадует своих посетителей интересными арт-объектами, функциональными зонами отдыха и детским игровым комплексом. В ауле Адыгихабль досрочно завершен капитальный ремонт берега укрепительной дамбы на реке Малый Зеленчук протяженностью 2,4 км. Ремонт дамбы позволит защитить порядка 500 человек их домовладений при усадебных участках, расположенных на площади затопления более 50 гектаров. В зоне возможного подтопления также располагались объекты инфраструктуры населенного пункта. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от паводка в размере более 1 млрд рублей. Напомним, также досрочно завершились работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Ишкакон в селе Джага. А в июле прошлого года досрочно завершены работы по ремонту также двух дамб на реке Тиберда в Карачаевске. Единая Россия и Молодая Гвардия партии передали спецтехнику и экипировку военным. Для 144-й гвардейской мотострелковой ельнинской дивизии в ЛНР волонтеры партии привезли печи для блиндажей и промышленный генератор. Активисты Молодой Гвардии доставили помощь трем подразделениям российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Запорожском, Угледарском и Авдеевском направлениях. Бойцам передали тактические наушники, планшеты, продукты и медикаменты, полевые рации, а также рации для машин и специализированную одежду. Кроме того, очередная партия груза для военнослужащих и мобилизованных из Карачаев-Черкесии, которые проходят службу в составе сотой отдельной разведывательной бригады, доставлена в местонахождение наших ребят. Термобелье, теплые вещи и носки, продукты питания, сладости, газовые баллончики – все это собрали воспитанники и тренеры комплекса спортивной школы «Победа» под руководством депутата Думы Черкесии Азамата Кубанова. К акции присоединился социальный пункт помощи Николь Нугалока, а также жители Хабецкого района, которые обеспечили доставку ценного груза нашим ребятам в зону проведения специальной военной операции. Всего же с 22 февраля из Карачаев-Черкесии отправлено 55 партий гуманитарной помощи общим весом более 585 тонн. На передовую нашим защитникам отправили теплые вещи. По инициативе депутата парламента Карачаев-Черкесии Ильяса Тикеева в зону проведения специальной военной операции отправлено 1000 пар теплых носков и более 200 свитеров, связанных с заботливыми руками бабушек аула «Верхняя Тиберда». В каждое шерстяное изделие вложена любовь и забота наших уважаемых бабушек о тех парнях, которые сейчас сражаются на передовой. Пусть они чувствуют нашу поддержку и знают, что их ждут дома, сказал Ильяс Тикеев. В России появится единый бренд «Сделано на Кавказе». Роскачество и Единый институт развития регионов Северного Кавказа, акционерного общества «Кавказ-РФ» начали разработку системы добровольной сертификации «Сделано на Кавказе». Продукцию планируют маркировать специальным знаком для популяризации территории производства и дополнительной гарантии качества. Сертификацию таких товаров будет осуществлять орган по сертификации под ведомственный Роскачеству. Так, производители, зарегистрированные в системе сертификации, будут занесены в специально открытый реестр и получат ряд преимуществ, в том числе возможность параллельной сертификации продукции на соответствии с стандартным халяль, а также требованиям органической и зеленой продукции, ускоренное получение российского знака качества. Помимо этого, предприятия под брендом «Сделано на Кавказе» смогут пройти диагностику эффективности бизнес-процессов, приняв участие в премии Проекта России в области качества. Это позволит производителям провести системную работу по повышению производительности, развитию систем менеджмента качества. Кроме того, зарегистрированные в системе товары получат дополнительную поддержку от Роскачества в продвижении в федеральных торговых сетях. Среди всех возрастных контингентов прирост стал положительным, показатель прироста составил 16%. При этом самый высокий показатель среди школьников – 7-14 лет. Высокогорный молодежный форум «Махар», который проводится в Карача-Чекесии, как мы уже сообщали, получил статус Всероссийского форума. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организаций и проведения федерального конкурса молодежных проектов, а также получения статуса федеральных окружных форумов. Подробности у министра по делам молодежи республики Ибрагима Татаркулова. Форум организуется и проводится на территории субъекта с 2008 года на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Следует обратить внимание на то, что в этом году «Махар» также, как и в прошлом, пройдет в августе. Предоставление федерального статуса по организации и проведению форумной площадки дает следующие преимущества для региона. Преимущество номер первое – это, конечно, социальная значимость. То есть это впервые в Карачаево-Черкесской республике будет организован и проведен федеральный всероссийский форум, инициаторами которого и является сама Карачаева-Черкесия и история самого проведения форума Карачаево-Черкесской республики. Значит, затем, помимо этого, это софинансирование в организации и проведении из федерального бюджета данного форумного мероприятия. Значит, следующее – это проведение грантовой площадки, в рамках которой предполагаемый грантовый фонд будет составлять более 15 миллионов рублей на инициативу физических лиц из числа молодежи Российской Федерации. То есть не только сам форум будет всероссийским, но, помимо этого, и форумная площадка получила статус всероссийского грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску расширяют земляное полотно до двух новых полос движения. Речь идет о переводе в четырехполосное исполнение отрезка трассы Р-217 «Кавказ» на подъезд к Черкесску с 51 по 63 километра от съезда в село Садовое до пересечения Ставропольской и набережной улиц в республиканской столице, комментирует пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамокова. Задействовано более 60 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих. Итогом станет повышение уровня транспортной безопасности и пропускной способности загруженного участка дороги. Ежедневно здесь проезжают до 20 тысяч автомобилей. После ввода объекта в эксплуатацию 26 из 36 километров данной автодороги на территории республики станут четырехполосными. С начала работ в апреле 2022 дорожники по заказу ФКО «Пордор Кавказ» переустроили коммуникации и выполнили фрезерование изношенного покрытия. В настоящее время на отдельных участках расширяют земляное полотно, устраивают основание, нижние слои дорожной одежды и слои асфальтобетона. Всего на объекте устроят три слоя асфальтобетона, где верхний щебеночно-мастичный. По такому же принципу отремонтируют 67 примыканий и пересечений. Для обеспечения пропуска воды под дорогой переустроят 9 водопропускных труб. Сейчас работы ведутся на трех из них. Скоростной молочный коктейль из Черкеска попал в Невиномыск за 28 минут, комментирует государственный инспектор Северокавказского межорегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В марте Северокавказским межорегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных, размещенных в электронной системе Меркурий, установлена сверхбыстрая доставка молочной продукции между регионами. Индивидуальный предприниматель Кипкев из города Черкеска оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на ароматизированный молочный коктейль со вкусом пломбира. Через 28 минут после оформления продукцию принял другой предприниматель из города Невиномыска Ставропольского края. Преодолеть расстояние между городами за такой промежуток времени невозможно. Управлением Россельхознадзора индивидуальным предпринимателю Кипкеву объявлено предостережение в недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В Черкесске прошли финальные конкурсные испытания в рамках оригинального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучшие учителя родного языка и родной литературы». В мероприятиях приняли участие 11 лучших учителей родных языков из всех муниципальных образований Карачао-Черкесии. По результатам сумм баллов за оба тура победу одержала участница из Абазинского района Ида Дахчукова, которая осенью представит нашу республику на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023». Напомним, в этом году он пройдет в Карачао-Черкесии. Призером второй степени стала Фатима Лайпанова из Карачаевска, ну и замкнула тройку лидеров Фатима Бодракова из Ногайского муниципального образования. Школа актерского мастерства для детей с нарушением слуха открылась в республике. Проект призван раскрыть творческий потенциал ребят и дать перспективу развития в сфере сценического искусства. Школа открыта на базе Карачаевского театра «Мон Эльбрус». Занятия будут бесплатными и проводятся раз в неделю. Более 30 детей из разных районов республики планируют обучать с помощью преподавателей, которые будут переводить задания на язык жестов. Завершит обучение выпускной иммерсивный спектакль. Впоследствии дети, проявившие способности и интерес к актерской сфере, смогут участвовать в гастролях театра и конкурсах различного уровня. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10 и сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик-катерометр поднимется до отметки плюс 17. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нерова. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.